37 узнагород. Сенне у областным музея военной славы пройшел прием ветеранов керавництвам Гомеля, подчас якого были уручены юбилейные медали 75 годов перемоги у Великой Айчинной войне. После урочистой частки мероприемство протягнулося на дворовой территории музея. Для ветеранов подрихтовали столы с присмаками и концертную программу. Сюжет Марины Джалой. Яны сустракаются один за одним не так часто, здоровье не дозволяя. Тому такие мероприемства для их каштоуные. Хотя сегодняшняя спякота – тяжкое выпробование навод для молодых и здоровых. И все ж таки для тех, кто пройшет дорогами войны, на дворья не перешкода. Яны моцные духом, полные оптимизму и надеи, что не годы, которые выпали на их долю подчас войны, больше николе не повторятся. Когда началась война, Марку Зеленчонку было 16. Усяго за день до ее обвешения у Гомеля проходили выпускные. В два часа ночи собрались все выпускники на берегу Сожи. Тогда были камни и песок. От белых платьев было светло. И все делились, кто куда пойдет учиться. Кто в институты, университеты, кто в военные училища. Три часа за нами пришел катер Огонек, ученица, и отец был начальником пароходства. И там мы отметили это. Без 15-12 мы вернулись в Гомель, когда поднялись по киевскому спуску, увидели возле микрофона большого толпа мужчины, опустили голову, женщины плачут. Мы думали, что это умер Сталин. Это выступал Вячеслав Михайлович Молотов, объявил, началась война. Потом был фронт, битва у бригаде армии, о которой командовал Рокоссовский, шматлики и тяжкие ранения. У голову, позвоночник и то, что засталось после войны. Это каштонное житие и память об кожным ее дни. Назавжды. Сегодня можно было похудрить с кожным из присутствных ветеранов. Таких пронизливых трагичных историй досыть во всех. В памяти народной это навсегда осталось и передается из поколения в поколение. Я хочу пожелать всем нам мирного неба на голубой, счастья, чтобы жили наши ветераны дольше, радовали нас и активно участвовали в патриотическом воспитании нашей замечательной молодежи. С праздником вас! Подчас Великой Чинной войны больше 200 белорусских городов было разбурено, снижено свыше 9 тысяч вёсок. Урон для Белорусской Советской Социалистичной Республики склав 75 миллиардов рублей. Для правонанных это 35 бюджетов БССР с 40-го года. Прикладно, миллион 300 тысяч белорусов воевали на фронте. Калят 300 тысяч потом узнагородили орденами и медалями. Звания Героя Советского Союза были удостойны 400 человек. З их 120 – джихары Гомельшины. Марина Джала, Игорь Маришченко, телерадиокампанія Гомель.